здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления иммобилайзер от mazda mpv 2001 год ключи остались родные от нее а иммобилайзер и блок с разборки но дело в том что они с разных машин иммобилайзер с одной машины а блок управления с другой что нам нужно сделать нам нужно прописать ключи в иммобилайзер и в блок так как синхронизация в блоке и является пропиской вот этих вот ключей они должны быть под номерами один допустим здесь и один там под номером 2 здесь и под номером 2 там тогда будет синхронизация и старт делать это будем мы с помощью танго кей программе читать микросхемы мы будем xprog и и orange orange отсюда будем читать 77 014 давайте сначала вскроем иммобилайзер а потом мы был так вот иммобилайзер вскрыли здесь стоит процессор hc05 вот его мы будем читать закидывать в танго кей программер и смотреть уже наличие ключей ну либо прописывать сюда ключи теперь открываем и был открываем крышку и нас интересует вот это вот микросхема сейчас будем выпаивать читать ее с помощью orange и ложить туда ключи отпаиваем нашу микросхему нанесем плюс чтоб она легче отпаялась и начинаем греть феном вот она у нас в руках микросхема 77 014 называется она же 25 серия микросхему чистим обязательно скальпелем ножичком для лучшего контакта вот так вот теперь давайте демонтируем вот этот процессор для демонтажа мы будем использовать плюс вот такой вот люкс плюс сейчас нанесем его для лучшей отпайки и берем фен и греем прогреваем полностью весь процессор и берем вакуумный захват вот процессор у нас в руках подготавливаем место непосредственно к пайке процессора то есть нам нужно взять вот такой вот плетеный экранчик и как следует вычистить припой с платы потому что корпус пл сиси паять нужно очень аккуратно заталкивая припой под каждую ножку иначе может быть не контакт вот площадочка у нас теперь ровная подготовлена под пайку наносим предварительно флюс прямо вот так в круговую используем flux плюс и отставляем в сторону наш процессор затем мы берем опять же ножик и аккуратно вот эти вот торцевые контакты мы зачищаем для того чтобы поставить их в панельку и был хороший контакт после того как очистили берем зубную щеточку и зубной щеткой чистим между ними то есть вот так открываем xprog м этот xprog от darius оригинал еще tmt версия 05 выбираем микросхему процессор hc 05 motorola и маска у нас 3d 33 джей 3d 33 джей теперь давайте попробуем прочитать наш файл вот пожалуйста мы прочитали motorola сохраняем ее на рабочий стол так это у нас лукас лукас mpv напишем файл мы с motorola сосчитали давайте открываем тангофей программе так выбираем азия машина у нас mazda и пиви и мобокс лукас открываем лукас mpv вот пожалуйста два ключа в системе ну нам надо записать сейчас эти ключи в иммобилайзер два наших ключа от берем первый ключ записываем так одинки пишет что запрограммируйте ицу тоже так открываем наш файл одинки нажимаем кей номер два выбираем тмик 8c и записываем сохраняем под именем два ки лицу программин да мы сейчас уже отпаяли микросхему памяти 70 014 и будем ее тоже записывать теперь давайте проверим первый ключ лежит у нас до ключ под номером 2 ok так и ключ под номером 1 и ключ под номером 1 все ключи у нас находится в дампе motorola теперь нам motorola надо записать назад с ключами теперь подключаем orange естественно оригинал и вставляем туда микросхему 77 014 открываем orange вот пожалуйста и выберем из списка микросхем 77 пишем вот сам он нам сделал 014 это и есть микросхема ford вот она теперь нам нужно эту микросхему сосчитать сосчитали вот в этой микросхеме всего лишь заполнено несколько байтов то есть здесь признаки ключей больше в принципе ничего и не нужно и байт синхронизации сохраняем на рабочий стол значит пишем и цу м пиви теперь нам нужно вновь подключить танго закинуть туда этот дамп выбираем мазда м пиви и теперь уже выбираем и цу открываем наш файл с рабочего стола так вот он у нас и целом пиви и давайте запишем первый ключ ставим темик 8c записываем первый ключ сохраняем под 1 и и цу напишем чтобы нам не перепутать сохранить так и теперь берем открываем файл 1 ки цу вот он и пишем второй ключ пишем два ки и цу сохраняем и теперь давайте проверим что у нас получилось ключ номер два ключ номер один очень внимательно смотрите чтобы в иммобилайзере ячейка ключа 1 совпадала с ячейкой ключа 1 в и цу иначе машина не заведется совсем разные инденты будут ключа в иммобилайзере и в и цу точнее инденты будут одни и те же но лежать они будут на разных местах так что на это обратите особое внимание нам осталось только взять открыть 2 ки цу и записать в нашу микросхему проверяем правильной записи все окей теперь нам остается запаять эту микросхему где цу дальше залить дамп процессор lucas который находится в иммобилайзере все это поставить на машину и заводить многие спрашивают как же быть если отпаял микросхему а не заметил где первая ножка микросхемы на самой то понятно где а вот где на плате первая ножка значит эта микросхема у нас 25 серии на всех 95 и 25 сериях 4 ножка является массой чтобы проверить это нам нужно поставить один контакт на минус вот допустим от конденсатора и посмотреть где здесь у нас находится минус вот он вот это минус остальных естественно его не будет значит вот это у нас вот здесь 4 ножка следовательно вот это вот ножка 1 вот так все легко и просто ищется первый контакт у нас найден значит на микросхеме 1 это вот здесь вот он пасочка снята значит первая ножка так и значит кладем ее вот таким вот образом именно вот так будем запаивать для пайки мы используем вот такой вот припой легкоплавки с содержанием серебра контакты никогда не окисляются ну и соответственно плюс используем либо вот такой флюкс плюс американский либо используем немецкую эрсу соблюдаем обязательно температуру пайки поскольку припой легкоплавки 179 градусов то температура жала паяльника у нас находится в пределах 270 280 градусов при такой температуре перегрев микросхемы исключен вот наша микросхема запаяна флюс здесь стоит безотмывочный так что в принципе его даже не надо смывать так на блок надеваем крышку берем дрель фирмы bosch точнее то шуруповерт можно так сказать все блок у нас готов к установке давайте теперь разбираться с иммобилайзером теперь давайте запаяем процессор в наш иммобилайзер значит давайте посмотрим позицию вот написано первая ножка единичка стоит здесь первая ножка у нас вот . вставляем ее равняем как следует эти микросхемы очень хитрые паять их надо очень аккуратно флюс применяем здесь flux плюс вот такой вот температура паяльника у нас двести девяносто градусов легкоплавкий припой вся техника пайки корпусов plcc заключается в том что вы припой подножку ему заправляете то есть вот берем раз и заправляем подножку можно конечно и волнуете но лучше вот эти процессоры вот такие большие в этом корпусе лучше заталкивать туда это надежней вот берете раз подставляете и заталкиваете под ножку такая вот техника пайки корпуса plcc припой используем я уже показывал какой вот такой вот и также пропаиваем остальные части нашего процессора остальные стороны если паять волной то можно просто приложить его вот так вот и вести вот мы ведем и как видите припой сам ложится под ножки сам все пропаивает сегодня мы с вами делали mazdu mpv писали ключи в иммобилайзер также ключи блок ецу работа выполнена выполнена успешно всем всего самого наилучшего отличных клиентов много интересной работы а самое главное крепкого крепкого здоровья